Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберца. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Более полутора тысяч люберчан обратились за помощью в правоохранительные органы на минувшей неделе. 55 заявлений стали поводом для возбуждения уголовных дел. Всего за отчётный период стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам 41 преступление. По словам Евгения Романцева, на дорогах муниципалитета произошло 126 аварий, при которых пострадали два человека. Далее работу совещания продолжил Павел Иванов. Он отметил, что пожарная обстановка в городском округе спокойная. Всего за неделю произошло три незначительных возгорания. В результате них никто не пострадал. Экипаж спасателей 14 выездов. Два для оказания помощи пожарным подразделениям при ликвидации пожаров. Одно для ликвидации последствий дорожных трассового происшествия. Одно для оказания помощи службе 03, 4 вскрытия дверей и 6 на прочие происшествия. Александр Проворов доложил о ходе выполнения губернаторской программы «Мой подъезд» в Люберцах. По его словам, на сегодняшний день в округе отремонтировано 566 подъездов. Это порядка 43% от общего объёма работ. Кроме того, на совещании была озвучена степень подготовки ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Испытания тепловых сетей выполнены на 100%. Гидравлические испытания на 71,3%. Общая готовность Люберецкой теплосети составляет 65,6%. Готовность жилого фонда представлена на утверждение паспорта готовности на 1118 домов, что составляет 54,6%. Всего по городскому округу – 2049 МКД. О содержании дорог областного значения рассказал начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Владимир Астахов. На прошедшей неделе, по словам докладчика, производилась очистка полосы отвода, вывоз грунта, покос травы, а также проведена очистка межбарьерного пространства дорожного полотна. Также на территории городского округа был проведен ямочный ремонт. Для того, чтобы поддерживать городские улицы в чистоте и порядке, на минувшей неделе было задействовано 62 единицы спецтехники и более 130 человек. Такие данные на оперативном совещании предоставил заместитель начальника управления дорожного хозяйства Егор Бундин. Состоялся аукцион второй очереди на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городском округе Люберца. В рамках данного контракта будет выполнен ремонт на девяти дорогах в Люберцах, на аварийно-опасном участке в Малаховке, это улица Новомалаховская, и в четырёх улицах в Томилино. Также на совещании традиционно выслушали замечания граждан. Люберчане просят у властей обратить внимание на благоустройство и асфальтирование придомовых территорий, в том числе на прочность элементов детских площадок. От жителей деревни Марусино поступают жалобы, связанные с низким качеством воды. Луиза Игязарян, Дмитрий Родянко и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.